здравствуй дорогие друзья с вами доктор уфы это прохождение готики total law кроники мертана версии 2.6 модификация прекрасная модификация на старушку медь 2 на медивил 2 и поиграв так сказать немножечко за победивший вопросе королевство мертана я понял что это жопа просто страшно это конечно разбираться надо мне еще очень долго в этом моде 5 я решил выбрать сейчас попроще 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 фракцию тоже как бы победившую вопросе ну там отставить там в один-два голос всего лишь оторвалась крест мертаны от королевства великолепный орган а я подумал поиграю как я наверное за креста орган сначала вот пройдут компании тем более что она не большая цели для победы там совершенно не сложные там что такого 40 провинции там победить всего лишь своих соседей по большому счету ничего такого там сложные зато можно окунуться полностью вот этот мод прочувствовать как бы атмосферу его увидеть какие-то фишечки там какие-то скрипты какие-то отличия других модов там тоже там главный герой как у чего куда зачем как же вы использовать и так далее понять вообще механику этого мода тушь я вообще ни хрена пока его не понимаю и хочу разобраться получше то шмот мне кажется великолепным тем больше уже есть версия 261 ну там есть я буду ждать когда быть там финальная окончательная версия 30 то вообще не конец могу записать и поиграть нормально поэтому крест орган вот пожалуй тем более что я являюсь просто фанатом и поклонником прекрасной эмилии орган кто в курсе ставьте лайк поэтому поиграем кай за это за это королевство а потом когда уже подразобравшись с этим модом и тем более если будет еще какая-то новейшая версия этого мода можно уже вернуться славному доброму королевству миртаны где куча вообще проблем с самого начала куча задач там вокруг одни враги вот идет народная война встают органцы ой органцы миртанцы все хватит нести чушь начинаем мультипульте итак ну что ж загружался достаточно долго но такого модификации gothic а действительно грузится очень долго какой бы мощный у вас комп не был но не суть не суть не суть я это естественно загрузку не оставил не оставлю в записи есть только в стриме буду тогда придется сидеть там что-то разговаривать но мы тоже любим поговорить на стриме поэтому все в порядке итак подождите пожалуйста 30 секунд до полной загрузки всех скриптов ждем да значит gothic основана на из произведений котики 1 2 3 4 5 понятно в жанре рп грешка где он пройти все приключения безымянного героя грешечки на наши значит да от разработчика канувший давно лет у пираний пэйтс gothic отлично байт байт сказал тоже gothic отличная история увлекательная атмосфера мрачный и опасный мирец конечно это не не просто реализовать и ролевку в так сказать стратегии некоторые компромиссы неизбежно тем не менее команда пытается изо всех сил готическая тотальная война также близка к готической сяги чего блин короче не суть вот я вижу команда старается чуть ли не каждую неделю выходит какой-то маленький патч из-за которого на новую компанию начинать университет готики разделена материку южный остров хоринис хоринис вот кстати мы на нем собственно и тусим а будет реализован в игре хоринис да тут ее мое простите мое невежество остров хоринис разделена на три части долины рудников хоринис и украинцы эти три части пустыня варанта и короче все это я буду читать и опять не будет говорится дебил зачем ты там чего-то там все поехали огонь как мир там немножечко на английском как у меня есть частично русификатор ставить частично от одного рукодела скажем так постоянно зарабатывать короче здесь есть скрипт фермы мин конец работает в этой версии 26 фирмы крайне важны кстати да 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 а это обязательно начать жизни крупных городов фермеры собирает богатый урожай отвозят ближайшие поселения обеспечивая их провизии должных количеств вот так вот земледелец получает за плоды своих трудов должную прибыль и право на отправителя на управление фирмы как правило при захвате фирмы другие правители фермеры не бунтуют понимают что от них собственно ничего не зависит по этой причине владельца ферм не меняли так как мой лорд знает все нюансы управления своими крестьянами поэтому как бы всех там не убивали да не устраивали террор красные гибни на ферме можно разработать две большинстве хозяйств из четырех направлений съестной продукции хлебушек мясо фруктики и овощи вегетарианцы там кто нет в дополнение к этому на ферме существует ряд традиционных экономических социальных структур построив одно из четырех зданий для обеспечения вы можете обеспечить ближайший город именно этой собственно провизией обратите внимание фермеры не будут возить провизию слишком далеко например крестьяне из полей кейф дан не собираются брать хлеб сиденья собирая брать когда они привыкли путешествовать в арте верит ну короче говоря понятно это все понятно для организации поставок необходимо захватить поселение понятно захватить ближайшую ферму к этому поселению фермы фермы с названиями и городами всегда имеет одноименное поселение то есть постройте одно из четырех зданий там хлебушек там мясо фруктики овощи то что то имя производит и на следующем ходу после строительства вы получите сообщение о начале подачи этого ресурса собственно в город а некоторые фермы обеспечивают увеличение дохода в зависимости от региона это очень классная классная очень классная такая штучка будет прям вот прям здорово вот например в южная ферма си тарифа и а это собственно южный си тариф и вот если мы сейчас захватим эту фермочку а мы именно это и сделаем мы обеспечим си тариф вкуснейшим там что мы выберем вкуснейшим нашим нашим вкуснейшим выбором так северный си тариф не имеет фермы но ферма наверняка где-то здесь есть я уверен вот наверно даже где-то здесь это мы узнаем с помощью какого-нибудь там шпион чека да а сам си тариф не обеспечивается ничем не знаю почему но это мы тоже узнаем сейчас узнаем короче суть у нас в чем наши наши задачки надо под контролем ёп твою мать 52 области как прям как в вестерос диез какой-то но здесь наверно не так сложно просто захватить весь этот вот островок наш до материк назовем его так и пожалуй наверное компания этом закончится потому что некоторые провинции они похожи вот на такие маленькие фермочки таким милиписюшной провинции это не как в эстеросе на ух на раскидной карте там хрен чтобы собрать 60 провинции надо чуть ли не вообще всю карту ну про ванил я вообще молчу там тем более на ванильной карте медивала твою мать я просто него дотронулся а он такую мне прям монолог прочитала я такая что-то по-польски скорее всего в общем короче что-то оттуда я простите уж не разбираюсь конечно в этих языках восточноевропейских поэтому могу сказать что чешский там польский скорее всего польско-чешский как что-то в этом роде так у меня сбил вообще просто так 52 области нам стюарка крепость тарниары си тариф сильверлейка монастырь органом да конечно монастырь нашей эмилии надо забрать там его порно киностудия в общем забрать весь материк и все и мы победили и мы победили сейчас мы как бы бедные у нас три области один город и вот он да и два замка но мы прикрыты надежные наши попки надежно прикрыты скотим или большой профессионал поэтому она прикрыта со всех сторон у нас 12000 ходов это спасибо мне я поменял все и мы не воюем пока ни с кем как собственно и все а нет мы с герцогом герцогом тарниары мы воюем всегда потому что это наши так сказать коллаборационисты то есть люди которые верни как коллаборационисты это мы выходец и как бы а так это к оккупанты это скажем так филиал империи здесь вот герцогом тариара они должны как бы они оккупировали наш наш тирик а мы исконные так сказать жители этого материка боремся с оккупантами так у нас грант защитника это наш герой видимо да кто у нас главный герой текст герой нашего времени грану это вот этот вот чувак начало мятежа сильно ослабила власть мертонийцев на органе до множество людей восстало против власти жителей материка вот собственно восстал си тариф это мы его трон занял дальний наследник арганских королей и торн шестой простой народ знал его как великого воина и мудрый управитель за ним пошли многие при многие большинство из них вступил в молодую армию си тарифа но были и те что стали помогать новому королю собирать союзников снаряжение припасы это вот собственно вот грану один из таких людей он путешествует по всему органу охотиться чтобы заработать для армии органы куютность оружие до спихи собирает руны эликсиры ищет древние артефакты это вот наша задача такой rpg элемент вот вот это вот наши игры в данном случае год кито-то луго это рпг элемент с этим вот главным героем похожим похож на какого-то блять монгола но говорить по-польски а ваш искатель приключений может стать мощным оружием против ваших врагов несмотря на то что он не воин не маг и или не наемник ваш искатель приключений словно клинок убийцы который тихо незаметно убивает свою джет ни о чем мне это не говорит вот это вот маленькая философская в конце рассуждения под клинок убийцы проходящие сквозь тело наших врагов твою мать так южный ситариев у нас тут наследник кнут сидит хорошо дать посмотрим что у нас по бабосам по бабосам у нас как бы хиловато есть казноправители мы как бы сейчас держимся на плаву даже с тем количеством вот что у нас есть они вот тогда хорошо и здесь все хорошо в принципе чё хорошо хорошо да не очень то здесь почему-то недовольны недовольны почему недовольны то 85 процентов рост населения 0 там и население то нет толком так рост 11 45 удовольствия можно вытаскивать гарнизон плюс там король и торн которому показать строго не будем а можно вообще всех наверное вывести все тарифы они не на содержании правильно твою мать какой дорогие вы содержание дорогой у них это пикинеры да это у нас мечнички понятно третий легион ближний бой неплохой так защита ну да нормально в принципе вот неплохие да кстати спир гвард спир гвард орган шоус тут есть легкие защитнички то они прям совсем легкие при этом очень дорогие почему-то у нас мечнички тоже легенькие все крестьяне тоже все говно вот тут уже и ли . типа ну как бы такая ветераны такие прям серьезные парни о двуручники так ну надо конечно наверное можно каш купить на счастлив экономика надо долбиться во всем так порт количество путей транспорт шип не особо сейчас нужен две тысячи стоит портик а это так доход горнорудного дела ученической порядок вызвано здоровье селения ясно это не так страшно ювелирный магазин 6000 рублей дорогой до повышает доходы поселения на 5 все провинции изменит торговлю селье все провинции неплохо но это нужно для мне кажется в данном случае эту штуку надо ставить в империях больших сейчас нет смысла чем тут порт влепить можно торговый путь что у нас торговлю господа давайте поглянем как-то изменится наш налоги ну вот до прибавится прибавится правление так а вот это рынок рынок добавится неплохо кстати рынок до наличие магической руды наличие древесных ресурсов но у нас по моему нету ни хрена тут магическую а нет есть и оперный театр да давайте рынок вступим рынок он 6000 юр перный театр дорогой дать муж лучше так все таки порт 4 еще останется на что-нибудь пока есть возможность хлебный рынок кстати очень неплохо basic level trade market мощеные дорожки хлебный рынок 2000 да давайте все здесь порт конечно порт конечно порты это вообще вещь полезный так у нас 0 рублей 0 всего так а что ж так кричишь то а вот почему здесь все время сбрасывается базар пойдем наверх ага вот собственно и северная ферма ситариф который нужно тоже хопануть ясно там у нас нежить ну вернее бандиты захваченные бандитами локей так базарить с ними нет смысла надо их брать а брать надо еще вот эту ферму а ты справишься со своими банками то вот это должен по идее два арбалетчика light guard и если выйдешь будет плохо вывозь и выйдете хорошо да нормально все конечно выходили в порядке вот только вот если вы выйдете ну например вот так вот плохо будет так более ну идите да забирайте фермы сейчас первыми сразу займемся пока есть возможность данную что-то коррете блин ёп твою мать почему-то коррете питать тише и не нравится это все вот другое дело так тут вышли все сразу черненькие естественно конечно как же там кстати мы строить ничего не можем ничего нам хватит кого отставим оставим и наверное вот light гвардии положить туда пикинеры не пикинеров надо вот этих да ладно ну давайте вот так хорошо вот так вот так более-менее все и вот этим надо ой ох ох я чувствую тут наверное я не особо то и получится у меня да делаем силу личку пробую просто пока не знаю пока вот прям категорически не знаю прям реально 11 кстати что у вас тут ёперный театр откуда у бандитов такие рыцари органы там вот эти ребята у меня же говно тут честно ё-моё я его не положу слушайте боюсь что мне придется делать немножко по-другому можно подождать и они все атакуют ну ладно идем чего кстати у нас нету больше никого есть вот так вот выйти мистер король мистер король сделаем вот так вот да ох 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 мистер король то прям он очень важный человек жопа жопа друзья мои ну попробуем конечно но боюсь что меня ожидает наверное пораженница бандиты здесь прям какие-то прям мега бандиты ёперный театр что же сюда магическое хорошо надо фирмы брать фирмы 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 надо брать так чё делать гвшка у нас до грану искатель приключения самооборона что он собственно может сделать данным например пойти какие-то там руины найти вот где-то здесь вот шахты давать туда сходят чуть-чуть найдешь пока не очень понимаю твои функции братан тут что то есть какой-то обелиск для этого да и не атакую тебя ё-моё попробуем ну естественно сразу идет в контратаку очень долго бля думал комп это меньше нравится посмотрим возможно придется снести на компанию поставить ждать более новой версии так ну а у должны навалять он должен мне навалять вот я бы я бы навалял чем не делать перед столько хитро как-то его заводить в клещи вот на этих парней ну поехали чё делать посмотрим зелененькая пауза это конечно очень очень по-эмилевски а по-органовски так вот мои ребятки тут стоят их дофига это радует но какие-то дофига кончится так противник у нас пойдет в атаку хочу уходить то смысл так друзья мои друзья мои давайте вот так вот встанем конечно так быстрее будете стрелять издалека вот так вы стойте стойте в дефенсии так ребят тоже здесь так немножко вот сюда вот как туда так типа вот так а вот сюда передвигайтесь к вухе бегом вот эти бесполезные ребята я думаю все таки 4 отряда что валяются давайте бегите сюда и мистер генерал о а мы чуть не до коня что ли моё не на коняшках мистер генерал наверное пойдет то все таки вот этот флаг усиливать я думаю как вот сюда убежали ща мы заставим их действует по нашим правилам я надеюсь быстрее так времени ограничено хорошо карта выглядит прям вот прикольно прям такое ощущение как бы действительно в это в игре готика попал но я уже об этом говорил в обзорах фракции бегут понимаешь рыцари сразу давать дальше понимаешь а что у нас не стреляем и да да нет стреляем давайте начали все прошло давайте авдо стреляйте вы сколько у нас три дальней боя как говно друзья мои так они остановились стоялись думать так секундочку не понял опа 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 прилетела чувств дела они пацанов ждали основных или нет или убежали плячу происходит кстати я уже по моему по моему в пригре за вот видео за империю так естественно они бегут на моих раболеть жалко что так на генерала решили до 3 нет непонятно на что они надеются делиться сейчас будут да да конечно они бегут а эти по центру да вот так вот что же такое как же поступить то стоим 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 пока стоим так придется убегать убегать что придется ребят на вас то 2 по давайте были побежали на давайте на этих бегать убегать 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 отключайте дефы и вот на них на них уходите 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 я чувствую все таки навалять блин ну сказано что ухать ну ладно уже не важно тут походу вот все таки да нет не выкатит они слишком жирные ребята эти блять слишком они сука жирные прям серьезно давайте уже рубитесь блячу делать давайте сторон все повезет может не повезет а тут что никак со штурмом не лады да ок ванильный ты мой давай клади ох как кого развернули так мистер босс мистер босс блять уходи мистер босс тебя же бьют со всех сторон только не подохни мистер генерал по моё ёп моё на на все мистера генерала берегите берегите он ваши все так пока непонятно они разделились не дали меня взять клещи их как говорится палащи все друзья кто-то у меня сейчас погибнет однозначно надеюсь что и вот этот мистер босс я прокачанный давай 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 братан вот-вот и фиолетовом плаще давай один из ох как прописал ему о своей елдой дальше давайте друзья давайте крошить их пожалуйста ну пошустрее что же вы делаете шустрее вот надо вот их вот разобрать надо конечно кусочки конечно кладутся люди мясо 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 всех сторон где у нас тут что ну тут тихонечку отрубится один на практически с тяжелой пехотой да вот и да такой же как и наши давайте кто кого друзья мои кто кого уже 40 40 осталось бравых парней а этих 50 мать их 50 о боже мы тут вообще 95 победа вообще тут они тут равна так достанем пике и давайте пиками колбастик да давайте друзья прошу вас вот так переступились давайте тыкайте тыкайте их пожалуйста тыкайте по возможности лучнички до плевать на вас вы не лучники толку то смотри-ка ну и тут фланг немножко запираем запираем опа отступили козлы а давайте зажимать их зажимать и вот этих теперь вот они отступили они сейчас во фланг мои придут твоего фланг придутся не выставить нет или как или что или как так битвы здесь достаточно дольше идут чем за вестерос на вестеросе они обычно ну у меня люди обычно уже тому начинают бежать потихонечку какие-то либо мои либо противника здесь так держится прямо уху прям сражажки при сражажки так мистер давай фиолетовый давай как тебя зовут их хренов хрен не показывал давай личная личный актер королевы давай любимый актер королевы сейчас будешь будешь вознагражден парочкой дублей ох 87 по ходу дело пришли они сбоку да как вот как стали наваливать то ребята держится смотреть да ну как бы не по не понимаю пока честно говоря по идее я должен слить потому что качество войск моих значительно уступают противнику хотя какие-то да как хорош бегать туда сюда вот ты ж тварь какая ты посмотри на него так надо отойти сейчас все вот кстати я понял отличный план давай отличный план отходим друзья мы отходим сейчас вот сюда и идем захватывать город болеть пошли дохуй все пусть они там все обосрут сейчас все мы отходим мы отходим о да ладно да ладно блять че за прикол что это вы за нами бежите не надо за нам бежать все давай 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 вот 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 ну разворачиваться давай разворачивайтесь мы потеряли половину людей я понял а вот тут моих по прогнули, да? Как и здесь, кстати. Тоже прогнули хорошо. Ох, хорошо прогнули. Возможно, зря. Так, наши-то как-то все? Ну, ребятушки, ну, ё-моё, чё ж за деление такое, разделение? Блядь, почему такое разделение-то, сука? Кто? Кто? Кто погиб, что ли? Достойная смерть, блядь! Ну, естественно, у него пизданули. Простите, мой французский, как обычно. Да все уже, хорош, ну, тут понятно. Так, наши побежали, все. Наш генерал погиб, все, мы побежали. Это проигрыш. Это поражение, это было понятно. Хотя вот тут, смотрите-ка, здесь продавили, продавили здесь. Да не до конца. Не, ну, это, блядь, конечно, качество войск прям сказалось. качество сказалось. Давайте уже с двух сторон добейте. Давай сюда, блядь, все. Кстати, быстро сюда, блядь, уже сливайтесь. Да, это проигрыш. К сожалению, плохая была идея. Брать именно вот эти. Не получится. Да, не получится, твою мать. Не думал я, не гадал, что, блядь, у бандитов здесь такие, какие-то они пипец, какие бандиты-то. Ё-моё. Еще этот, какой он любимый актер, Эмилия? Он же все, фуфло. Фуфло ты. Фуфло. Все убежали, всем накидали. Да, печалька. Да, говняшка. Да, конечно, нельзя было так делать. Ну ладно, раз уж на то пошло, давайте мы отправим вот этого хмыря нашего, да, на север, соединиться с силами и уже будем одним кулаком действовать. потому что я уже понял, что в этом моде бандиты достаточно крепкие орешки у бандитов. Поэтому, блядь, так не получится. Давай, иди на соединение, да, с друзьями. Верштетан, да. Король и Торн, понимаешь, да? Ну, не могу я себе пока позволить нанимать войска, она сейчас все-таки на развитии. Сейчас мы соединим войск, наши две армии, вот эти, да, захватим одну деревню, потом, сука, вернемся, захватим вторую, я, конечно, наверное, это геморрой, но мне, по крайней мере, пока никто не угрожает. Вроде бы. Я надеюсь. Хи-хи. Плюс по Солму пойдет, там с кем-нибудь чего-нибудь, мир, там, не знаю, любовь, попробуем, что-нибудь строить. Ну да, как-то так. Так, ну что ж, второй ход. Вот мне не очень, сейчас мы это, сейчас мы нажмем, нажмем, подождите, подождите, сейчас подождите дополнительную информацию, сейчас мы все узнаем. Во-первых, какая-то вот нежить появилась. Вот, мол, к моему герою на автобой какая-то нежить подплыла. Что-то за хер, я не очень понимаю. Вот, но мне он не нравится. Грану. Дорогой ты мой, Грану, братан, у тебя всего лишь умеет разводить костер. Хи-хи, то все же ты можешь найти персонажа. Нашли, он искать приключения, и он может хорошенько так получить сейчас по своим приключениям, по своей пятой точке. Пошли какие-то скрипты. У меня 600 рублей доход всего лишь, но мы все-таки мы должны соединиться вот с этими ребятами. Так, давай, проходите, проходите. Так, здесь их мало, кстати, ёперный театр. Тут всего 4, а нас больше у нас получится. Вот сейчас получится мне сейчас не получить. Я даже не понимаю. Честно говоря, давай, иди дальше. Ах, рискую. Посвечу. 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 Так, один ход, еще один ход. Синий, в принципе, терпимо. Так, вот, доходик, 2000, итого. Две с половиной тысячи, торговли, слабенько, сельское хозяйство, слабенько у нас все, блин. Фирмы нам возвращать. Так, что у нас тут? Добавляем информацию. Хотите ли вы получать добавляем информацию по вселенной миру? Готики, You Can See, вы можете увидеть информацию для... Понятно. Да, конечно, хочу, естественно. Если она будет на русском, будет вообще замечательно. Мой повелитель, у вас есть возможность отправить своих саглядатых к другим народам. Вы будете входит в информацию о последних новосях всех народов мира. Конечно, мы согласны, блядь. Естественно. Бравящие торговцы и музыканты. Хотите ли вы получать информацию о путешественниках в торговцах и музыкантах? Ваши города будут посещать путешествующие торговцы и музыканты продолжительность пребывания в городах зависит от, собственно, налогов. Чем ниже налоги, тем больше вероятность того, что путешественники останутся на один оборот. Это класс. Да, да. Лояльность населения. Чем город более спокойный, тем больше вероятность того, что путешественники останутся в городе еще на один ход. Отсутствие чумы и отсутствие... Конечно, мы согласны, естественно. Было бы странно, если бы мы, знаешь, как... Вели бы себя, как некоторые страны там вводили санкционные списки. А ты можешь зайти вот сюда? Как? Может зайти? Он сейчас свой меч как-то странно держит, так вот, типа, тыкает, тыкает. Я не понимаю вообще, что делать с тобой? Ищешь ты чего? Вот кораблик там какой-то разрушенный. Это что такое? Это недоступная цель. Ну, давайте сюда сходим. Здесь шахта. Шахта, захваченная нежитью, я так понимаю. Ну, давай вот на кораблик сходи. О! Какой-то мать... Какой-то сальдатик, понимаешь? Мать из Арганиан какой-то, блядь, Крэбл. Как бы он к нам не пришел, этот бандит, Рэбл. Гран-защитник этой печени, так, перекрытый путь. Ну, немножечко очково. Так, давайте сейчас ссылочку продолжаем. И, да, осаждаем, естественно. Не осаждаем вот все, на следующем ходу. Окей. Да бежишь и осадишь. Не зевай, не зевай. Наш маг, кстати, вот он нахер мне вот он. Что он может дать? Блин, маг, ё-моё, конечно, иди сюда. Возможно, я не знаю пока. как бы это наемники, я еще не понимаю, зачем маги здесь, как я здесь работаю. Как-то может работаю. Посмотрим. Засунем сейчас в армиях. Посмотрим, как мне будут работать. Личек под третий. Ух ты, яберный театр. Он рест и хронили. Что-то там случилось. Я не знаю, так наши скауты принесли хорошее известие в городе Хоринис. Лояльные войска Креста Киндом. Понятно, у них восстание, значит, в Хоринисе восстание. А где Хоринис-то? Хоринис. Хоринис где-то здесь, да, я так понимаю, по-моему. Хорошие новости, друзья. Восстание в Хоринисе произошло. Это нам новости принесли, да, наши секретаты. Так, новая заданица. Классические отношения с графством стюарком. Я даже знаю, где они, да, вот они вот здесь. И туда нам надо что, идти? Ну, идем, что-то, что-то нет. Получим там что-нибудь. Иди к графству стюарком. Дойдешь, наверное, дойдет. Сколько у нас ходиков? Пять. Получим пятьсот рублей. Ну, фуфло, конечно же, но давай береги. Кстати, они немножко прям достали себе. Так, у них пять, они вполне могут меня немножко протачить, но чак-чарак и тут уже как бы и нет. Уже типа и не могут. Да, отлично. Два, подождем. Они будут либо атаковать, либо нас еще в ходу и сами сдадутся и ничего. У нас плюс есть агент-маг, посмотрим, как он работает. задание со всем получили, хорошо. Так, здесь у нас что? Все тарифи у нас готова порт, и это нам дало особо ничего. Так, бордель. Лазущик и убийца, неплохо. Улучшение опасности это что? Бочка с водой уменьшает доход торговли на 2%, но зато повышает здоровье населения на десяточку, что тоже неплохо. Точинный камень повышает доходы поселения на 10 рублей, в смысле, вообще или что, или я не понимаю, что на 10 рублей, что мне эти доходы на 10 рублей. Фордж, кожевня, типа того, да, форджу, кузница, ебутую мать, кузница, значит, ваша войска могут апгрейдиться здесь, позволяет содержать войска с вещами дебембранилы, лэкварда, легкая броня, ну и как нелегкая, да, наверное. Ну, неплохо вот эта хрень на самом деле. Туда можно, кстати, отправить моего героя. Кстати, пойду-ка я вот героем куда-нибудь вот сюда, пусть у меня посидит в городе мой герой, покачается там что-нибудь, произойдет. Так, лес, повышение дохода, смешение стоимости кораблей, время строительства постройки с дерева на 30-40. Вот, неплохо, прям вот, прям отлично. Берем, 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 конечно. Здесь у нас все закончилось, но строить пока не начну. Не начну. И, блин, тут активные товарищи сепаратисты, в смысле, рэблы, они хопа здесь стояли, опа, и в своем ходу захватили, пожалуйста, вот эту вот деревню, в данном случае в шахту вот эту, забрали, да, отжамкали там нежить встанувшем судне. Давайте поставим встанувшем судне немножко, например, вот, встанувшем судне. Постоим, один ход здесь, может, что-то нам это и даст, типа, а вдруг там грану обнаружил встанувшем судне какую-то важную хрень, там, предположим, какой-нибудь артефакт, там еще что-то. Так, Южный Порт, Старик и Хлебный Рынок. Ну, это не особо дало мне ничего-либо. Не выказывать недовольства крестьяне, вот, встанувшем чумы, да, все в порядке как-то. Ладно, ждем. На следующий ход берем ферму, потом этой же армии отправляемся вниз, берем вот эту ферму. Существует ферма, ну и получится как-то снаржаться. Блин, тяжело тут играть-то, ё-моё, да? Шпионы нужны, поэтому, пожалуй, я думаю, что после вот этого надо будет где-то пардель-то, блять? Кстати, он недорогой, полтора тысячи рублей. Построим бордели и лазучка наймем. Вещь полезная. Ход. Ну так, и что ж, никаких новостей не пришло за этот ход, пока, пока ход шел, смог пойти даже покурить немножко. Вот. Ничего, блять, Грана не сделал на этой лодочке. Ну, ребят, напишите в комментах, если вы играли в этот мод, то есть, знаете, что именно нужно делать с ГГшкой, с главным героем. Сообщите, пока я его отправлю, наверное, в Ситариф. Зданица моё. Может, там что-нибудь он нароит, я не знаю, симпатичный. Так, здесь один ход, и да, я не буду атаковать. Может, он так сдастся. Сдастся. Так, пойдём, братан. Это мы с нами, мы с тобой, мы заключим там. Тем более, у нас союз, кстати. О, у нас союзники, ё-моё, я забыл, кстати, у нас же союзники есть. У нас и право торговли, и право прохода, мы в любом случае должны их отжамкать, но они наши союзники, это хорошо, хорошо. Так, а это, случайно, не армия? Опа. Какой-то член семьи. Лась меня просто в руку. А это уже наши друзья, да? Вот он. Вот с ним надо попазарить. Привет. Утвердить торговые маршруты, да? Не хотите? Хотите? Замечательно. А давайте перерисуем карту с вами, друзья мои, немножко. Опачки, я немножко посмотрю. Ну, нет, я, нет, я пока не готов. Нет. Постоянная дань, да, все понятно. Все, мы заданец выполнили, 500 рублей получили, плевать на карту. Ждем следующее. Следующее, наверное, а все, у нас тут, ни с кем здесь особо-то не воюют. У нас только городство Стюарк, наши союзники Север-Лейка и Торниара на этом острове, и все. Все остальное, это бандиты, там, нежити, и так далее. Так, все другие мы получили. Итого, полторы тысячи у нас на... На что-нибудь, на что-нибудь интересное надо поставить, на развитие. Бордельчик. Может, здесь бордельчик поставить, в принципе. Что он дает еще, помимо? Улучшение счастья общественного порядка. Тебе, или 80? Может, и есть смысл поставить. Вот, вернорудное дело, 210 дает, кстати. Не готов. Сейчас у меня минус 10, будет сразу 70. Останется всякие, будут разные. Давайте здесь бордель в топе. Три? Ё-моё, как так-то? А-а-а, понятно. Дороги бы надо, конечно. Фордж. Кузница. Можно кузницу сделать. Все она дает, только змей про вторую. Доход торговли 2%, броню делать. Не особо. Не особо, блин. Вот, сейчас сказать, смс-ка пришла, наверное, ставь бордель, кричат, видимо, да. Ну, естественно. Северный усть, тарифы требуют бордель. Ладно, пускай будет 3 хода борделя. Здесь-то отменяем пока бордель, почему не нужен. 0 рублей у нас. Хехи, наконец, хода ждем дальше. Вот, собственно, пойду-ка курить еще раз, пока ход идет. А вот и не дали мне ничего, потому что они решили все-таки вылезти. Я думал, сдадутся. Нет, полезут. Полезут не на меня, но... Ну и лезьте. Хорошо. Я согласен. Так, ну что ж, тут, конечно же, ничего никакого расставиться не дадут. Тогда делаем вот так, вот, 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 имеется. Ну, расставим сюда, расставимся вот так вот аккуратненько. Вот так вот, поближе. Ну и фланги закрываем. Да, е-мое. Хрен с ним. Так, закрываем фланги здесь. Так вот пока, да? Пока вот так вот бегом. Вот эти двое вместе с нашим генералом сюда переходят все. тоже бегом. Поехали. Быстрее, только быстрее, ребят, пока они там думают, пока стоят, пока там размышляют, кто кому дядя. Надо выставиться. Надо выставиться. Зашли. почти дошли. Все, встали, деф. Хорошо. отход сюда. Подальше. Они вообще все с той стороны пошли. могут так вот выйти. Аккуратненько. Вот так вот. Быстрее только. И все полезут сейчас, наверное. Да нет, непонятно пока, как не полезут. Как вы пойдете, друзья. Какие толпы тут. Хэви, какие-то хэви, 122. Это, видимо, генерал. На центр идут. Все, обстрел пошел. Пора выдвигаться, господа. Пора, пора. Да, 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 вот так вот. Вот так вот, да. Бегом. Сейчас мы сзади, сейчас сзади, 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 подойдем. Ладно, все. Вот так. Хорошо. То, что надо. Так, стопешечки. Вот сюда. Сюда пошли. Мистер Генерал. Так, а вы? Блин, ну давай на этих, хорошо. Хэви Болгеров этих. Так, и сюда давай. Беги. Дошли. Дошли, 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 дошли. Давай, 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 на эти. Вот сюда давай. Давай, давай. Идем, 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 идем. Шестрей, 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 ребят. Вот. И выйдут в атаку, давайте. Добежали с двух сторон. Тут схватились, пусть держатся. Так, забежали с двух сторон. Крошим каких-то стрелков, да? Все, должны сейчас докрошить их. Все, они окружены. Они окружены. Все, стоять, стоять, спокойно. Так, они убегают. Вот ты за ними беги, да. А вы, давайте-ка, вернитесь. Вот сюда вот, ребят. Вот сюда, давайте. Так, здесь тоже... Да и побежали, конечно, они побегут. Все, давайте. Жмите, жмите, плются на смерть. Так, здесь. Вот сюда, сзади, на хэви. Добавьте. Так, а что стоим? Что стоим, кого, блядь, ждем? Так, тут убираем вот эту штуку. Тоже сюда. Давайте сюда, сюда. Здесь. Тоже сюда добавить. Здесь убираем. Вроде все. Ну, вот за ними, да. Тяжелый, по-моему, я думаю. Все, поменялись, поменялись. Поменялись, поменялись. А-а-а! Отклик работает. Отклик. Долбанный. К сожалению. Все равно, мои бегут. Бегут, все равно бегут. За ними подходит. Так, побежали все. Здесь побежали. Хорошо. Здесь, здесь должны. Так, бежим, бежим. Продолжайте бежать, ребят. Продолжайте бежать. Все, давайте. До конца. Все. Все, а что так мало-то, блядь? Ну, ребят, ну, хорош. Ну, всем же атака сказана. Это очень тупо здесь. Ну-ка. Сзади. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Они окружены, как бы. Бегут. Все. Бит, enemy general, life dead. Как бы, это хорошо. Хорошо. За ним, за ним все бегут. Так, наш братан стоит, блядь. Почему-то. Сука, ну что с тобой не так? Ну, е-мое ты. Козел, давай сюда, беги, блядь. Ну, что ж такое-то, а? Ну, почему вы так тупят-то, блядь? Ребят, не тупите вы, е-мое. Я вас прошу, не тупить-то. Господи, боже мой, а? Уже добились же почти. Че встали-то? Дальше бежим. Вот здесь что у нас? Сражаются пока. Дайте добавить тоже сюда. Добавляйте, добавляйте, ребят. Давайте, 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 давайте. Кто-то с бачком. С бачком не особо обойдешь. Здесь добили. А, в окружении они стоят. В окружении не держится, держится. Надо им коридор, конечно, открыть, но давайте откроем коридорчик небольшой. Отойдем. Уж не побегут, нет. Не, да, 20-20, должны сейчас побежать. Сейчас ребята вот эти ударят, они побегут. Так, здесь что у нас? Как-то нормально все в каком-то смысле. Так, давай-ка сюда. Беги. Все, побежали, 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 побежали. Снять. Догнать. Догнать. Так, здесь сбоку обойдем. Сюда. Давайте сюда. Пока там наши Ту-5. В данном случае не наши, а вот эти. Вот все, они боевой дух сломлены. Все, уже нет смысла. Нет смысла. Все, 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 все. Так, хорош стрелять, не стреляем, все, не надо стрелять. Никого не осталось, а только добить. Ясно. Обход. Сюда давай. Вот вы, да, 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 да. Сюда давайте. Ой, 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 ой. Да. 73. Боевой дух, 80, у нас 60. 60, нормально. У вас сколько там выносливостей? 10 вообще просто уже вялые, никакие бегуны, блин. Давай. Антивыносливый, ты мой. Сюда иди. Там осталось-то никого, блин. Два человека. Господи, что вы так мучаетесь-то, блин? Ну, серьезно? Давайте, ты-ка в контролу засидите. Ну, и что встали-то, ну, е-мое. Вот здесь два хрена стоят. Ждут, когда их возьмут в плен. А тут так сзади неожиданно. Здрасте, блин. Ну, как здрасте? Че встали-то, ну, е-мое, ребята? Ну, да. К сожалению, проблема, походу, проблемы в ванильной меди здесь в моде остаются просто. На тактической карте войска продолжают тупить безбожно. Блядь, почему такого нету в Даке, например? Или в МОСе? Ладно, оставим эти вопросы и оставим друзьям нашим, вододелам. Ноль. Уничтожить жителей. Да, давайте, конечно. Зачем уничтожать? Герси Сатурняры предлагает перемирие. Ну, я пока согласен. Почему бы и нет? Хорошо. А как насчет картишки? Перетасовать колоду. Предложение. А, они требуют. А мы вот так вот сделаем, да. И торгуй предложение. Блядь. Контр-предложение. Пошли нахуй. Просто вот так. Все. Дипломат номер пять. Не было смысла, конечно, мне уничтожать здесь жителей, как бы грабить. Грабить там все, 0 рублей. Как бы зачем? Все там, тем более вначале же сказали, что как бы фермы, можно и не убивать население фермы. Потому что какая разница, под кем они находятся? Они просто выполняют свою работу. Меня смущает вот этот хрен. Вот этот хрен Маркос Битрейер. Маркос предатель, значит, да. Вот этот Маркос предатель, он не просто так тут стоит. Он стоит и что-то рыщет, ищет. Он может, кстати, к нашу ферму прийти. Я не сомневаюсь, потому что здесь уже, как показала практика, фракция, как бы, ребелов, бандитов, да. Она как бы активная. У них есть какие-то скрипты заложенные. Видимо, у них скрипты там захватить его, ферму обратно, например. Они либо периодически появляются, либо вообще вот какие-то камушки, что-то сходить. Все, давай-ка мы ГГшечку все-таки отправим пока. Да, рот свой закрой, ты достал уже там пшикать-то. Хотя пока толку никакого. Мага я, естественно, не увидел. Блит, ребят, кто знает, какой смысл от этих магов я пока не увидел. То есть у меня не было его на пулей боя, этого мага, собственно. Он как священник, что ли, да? А, он как священник. Он, значит, пропагандирует культ Инноса там, да, в данном случае нашего там. Понятно. Как священник, да, ходит. Ну, ладушки, видимо, да. Видимо, как священник. Так, если я оставлю, например, например, оставлю я вот, например, вот вас. Да? Вот вас я оставлю здесь. Охо-хо, да ладно, ты прикалываешься, что это? Хорош, ребят, все же в порядке-то, блядь, почему так-то, е-мое. А, 2,5 тысячи рублей золота. Ну, да, ну, ребят, ну это не серьезно. Честно. А ты прикалываешься, что ли? Да что ж такое-то, ребят? Давайте. Да, еб-перды театр. Ух, ты ж твою мать. Чего? Вообще просто, просто пипец. Что такое? Почему? В чем проблема, блин? В чем, блин, проблема? Религиозный бунт. Е-мое. Полтари на 100 доставим, конечно. Раз уж религиозный бунт. Что делать? За 3 тысячи рублей, между прочим. Просто религиозный бунт. Ну, давайте еще вот эти фильмы, например. Нифига, вот, нифига. Нифига. Всю армию оставляй. Короче, е-перный театр. Блядь. Выводить нельзя, нельзя. Только вот, собственно, сам наследник мистер Кнут. Он может что-то решить. Ну, тогда, предположим, мы оставляем мистера на стихе. А здесь выходим, и все окей. Е-мое. Никакого смысла от армии нету. В гарнизоне получается. Только жесткий авторитет наследника Кнута. Что-то может решить на этой ферме. Блин, ну там нахер эту тему пока не будем строить. Нужно что-нибудь. Так, лагерь охотничков мы берем. Нет, не понимаю. Точно надо что-то. Склады, склады. Хорошо. Древа, древорубы какие-то. Что? Это ферма. Ферма, блин, дороги надо делать, конечно. Мы же не в России живем, а дороги делают, ребят. Однозначно. Вот этот хмырь меня, конечно, беспокоит прям очень. Давай, ты пока вот на оккультирус, пока здесь тусуй какое-то время. Да, не говори. Обалдеть, обалдеть, честно скажу, обалдеть. Ну, и мистер дипломат уже смысла нету. Северлейк, Грасс Тевстюорк, здесь же Торниаров все рядом. Ты здесь и оставайся на случай решения каких-то проблем. А армию, наверное, надо тащить. Тащить куда-то вот обратно, по всей видимости. Да никто тебя не атакует, ну, придурок. Завершение строительства лагеря миссаруков в Ситарии и Ферм завершилось. И это мне дало, как бы, что-то мне дало, конечно, там, что у нас торговая. Торговая гавань, очень хорошо. Бурзовой причал. Конечно, надо... Рынок, шикарно, вот что найдет, конечно, рынок найдет. Ну, рынок, да, ну... Бонус, медторговля, наличие чего? Магические руды. Есть, давай рынок сделаем. Ой, блин, сколько стоит? 5700. 5700 стоит. Поселение рыбаков. О, лавки торговцам, зелем, например. Вот это уже для ГГшечки, да? Армии канцелус левел-берой. Это что такое? Бушевого духа, обучаемых, пусть здесь. А вот мы только здесь и можем обучать. Давайте вот эту штучку поставим, кстати. Why not? Мы уйдем в чём. Конечно, надо, блядь, там долбиться. Надо, естественно, на... На экономику. Да, фордж. Ну, давайте здесь фордж сделаем, да. Кузнец, кузнец, это вещь полезная. Так, здесь бардельчик ещё 3 хода будет делать. Да нет, не надо мне это хрен, надо всё-таки надо. Давайте рынок. Дорогой, но полезный. Всю армию, предположим, мы увозим. Я, правда, не знаю, что будет делать этот хрен. Он как, блин, он может одним броском мне дойти. Так, бланта, сохранимся. Вследний кнут. Не боится страха, значит. Бесстрашный хрен у нас. Тщательно. Армия. Самая крутая у бандитов и дезертирует фронтой. Понятно. Мы в 16-й по армии, мы просто абсосы полные. Кандидат на усыновление. Да, давайте возьмём. Давайте возьмём. Армия полностью снабжена. Готов к действию. Ля-ля-ля, набожный. Кстати, о снабжениях. Это вещь такая-то, да? Да, здесь ещё снабжение армии есть. Так, усыновление лорного. Не состоялось? Сука. А он умер, ё-моё. Не успел прийти ко мне, как он сдох. Ребят, что же творится-то? Мне прям пригодился бы сейчас генерал для вот этой вот армии. Потому что я папку не могу вводить из тарифа. Я его уведу вот здесь, да? И сразу будет... Жесть, жестяйшая просто боль порядка. Блин, король, вернись обратно. Охренеть. Из фермы никого не могу увезти. Ох, можно, конечно, армией, просто армией, атаковать деревню вот эту, предположим. И, возможно, я получу какого-нибудь доблестного солдатика, который станет моим генералом. Какого-нибудь героя, там, герой меня, когда обычно вводится в меди, второй. Так, для этого мы делаем сейвулечку сначала, да, на случай, если бандитики захотят приходить. И потащим свою армию сюда. Четыре хода, значит. Раз, два, три. И мы осаживаем ферму. А если мы ее осадим без генерала, там будет ноль. Какий порядок, будет ноль. Слушайте, ну это жесть. Это жесть, конечно. С порядком на ферме, блядь, это жесть. Слушай, сколько должно пройти времени, чтобы там все было хорошо. Ё-моё. И здесь. Может, уровень сложности просто у меня очень высокий, поэтому такие проблемы. Не знаю, проверим. 500 рублей у меня, кстати, казна еще, что я могу на них. Ничего я на них не могу. Кого-то надо, конечно, покупать, но я толку никого не терю. Кому тут покупать? Вот все дорогущие такие, пипец просто. А, кого-нибудь, кто недорогой? 400 рублей, 416. Ну, может, вот этих heavy soldier взять на атакующих. Так, блин, я был прав, они двигаются. Земля вертится, бандиты двигаются. Конечно, мы сейчас вернемся сюда, и как только вот этот хмырь пойдет куда-нибудь, его ебать, где-то он сделал, где-то вот он здесь. Здесь, это вы найдете, спрятался он. Спрячься он как-то сюда. Да. Вот так вот. Дают нам все-таки наставление еще одного хрена, схема. Берем его, да. Неспокойные времена. Мой господин, нам поступает множество сообщений о землетрясениях по всему острову нашему, да? Поэтому, по всему острову стали пропадать, сука, люди. Нам было отправлено несколько разведчиков. Один из них рассказывал о древних руинах на северо-востоке. К сожалению, наш агент мало что узнал о этих руинах. Эти руины падшего древнего народа, погибшего давные, блин, давно. В окрестностях этих руин броют множество маленьких группировок, бандитов. Возвращались в поддержке огненных магов в монастыре. Они нашли древние свитки, рассказывающие о темном артефакте Коготь Белиара, который хранится в древнем городе Скрытом от людей. Возможно, это стоит как-то создавать связь. Окей, окей. Я так понимаю, что вот этому моему герою надо отправить на северо-восток вот сюда. Вот здесь, значит, руина, правильно? Да он сказал, что северо-восток. Вряд ли это где-то здесь. Хотя, может, здесь что-то тоже есть, кстати. Тут какая-то хрень. Да. На северо-восток. Давай, зайди пока в город, да, перекуси немного, пока будешь находиться в городе. Странно, значит, торговцы прибыли из Ситариев. Торговцы ищут города с низкими налогами. В сети города вы можете выгодно продавать свои товары. Кроме того, эти торговцы ищут города, у которых нет облевленных товаров. Шкура, оружие, еды, бытовые утвы. Торговцы рискуют путешествовать между городами. Временно они спокойные, дикие животные, бандосы и всякая там нежить. Мэр должен быть благодарен. Торговцам, поскольку они приносят прибыль, сокручатся в городе. Хорошо, они пришли, как бы, и чё? Вот. Это что? Получение рекомендаций по найму нет, не то. Показ окностроительства. Тут что у нас, каменные стены. Ничего такого нету. Как это? С торговцами есть какие-то взаимодействия? Найти позицию. Нашли уже. К нам пришли странствующие торговцы, которые ничего нам не делают. Наследник, сука, больше половины процентов. Делает. 2 300 у нас. И вот тут вот где-то у нас... И насадит. Град заныкался, да? Вот он, блядь. В засаде, блядь, сидит, понимаешь? Мы уза... Заприметили. Очередь приостановлена, ля-ля-ля. Так, естественно, мы его сейчас сжахнем. Казан. Нет, казаной всё в порядке. И, конечно, мы абсусы. Мы абсусы полнейшие сейчас. Потому что даже у наших компьютерных товарищей, союзников, там, или таких-то противников, им на старте даются стэк. Им даются на старте сразу стэк. У нас стэка нет. У нас как бы есть, но нет. Вот, мистер Фраген, да? Ты пойдёшь, наверное, вот в южности тариф. Ну, для начала вот сюда зайдёшь. Для улучшения пока здесь обстановочки. Возможно, прямо на ферму поплывёшь. Нанимать ли мне всяких упорков? Да, ну, нет, я не думаю. Ну, перестаньте. Что, мы никого нанимать не будем. Да, друзья, ну что ж, давайте на этом остановимся. Обязательно я этого жахтного морячка и продолжусь выиграть. Ну что ж, всё, начало положено за королевство Орган. Выбрал, я решил всё-таки выбрать его. Потому что я чуть-чуть поиграл за королевство Мертану и понял, что там прям я закопаюсь. Нахрен вообще в одном только ходе. У меня час буду ходить на этот ход, чтобы понять, кто кому дядя, где куда, какой план выстроить и так далее. Вообще, не очень понимаю пока специфику главного героя. Я бы вообще не всасывал на хера эти маги нужны, как священники ходячие. Ну, видим, как священники, просто распространяющие религию по областям. Именно влияние. Влияние бога, там, Эймоса и так далее. Как взаимодействовать с героем, я пока тоже не представляю. Вот там пришло сообщение о нашем никого дебелиара. Там где-то там наверху, значит, может, надо построить кораблик, посадить туда главного героя, отправить, значит, наверх, чтобы он туда пошёл. И стоял в этих руинах какой-то, сколько-то ходов, чтобы заработать тот же артефакт какой-то, предположим. Пока не понимаю. Если вы знаете что-то побольше меня, обязательно напишите в комментах. Я буду благодарен, это будет классно. Я пока них ни хера не знаю. Мод реально нравится. Да, тактическая составляющая оставляет желать лучшего, к сожалению. Там есть косячки по штурму войск, там, ТУ-5 иногда. Та же задержка, в принципе, она меня бесит, но она правильная, задержка приказа. Я отдал приказ, и они уже секунд 5-7 не подчиняют все после отдачи этого приказа. Это, наверное, нормально для такой средневековой армии. Но вот как они штурмуют, мне прям категорически не нравится. Что строй разбивается, что-то два человека пошли в атаку, остальные ТУ-5 стоят. Вот это мы подбешиваем. Но не суть, все. Вот давайте на этом, на этом сегодня закончим. Королевство Орган. О, здравствуй, прекрасная Эмилия. Слушай, как поклонник этой великолепной чемпиональной актрисы. Я буду играть за это королевство. Не знаю почему. Все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и любите эту игру. А с вами был Доктор Труф. Пока-пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok